Смирение, то есть беспомощность, это очень-очень важно. Смирение – это просто быть правдивым. То есть надо посмотреть правде в глаза, и по факту мы ничего не можем. Вот это правда. Тамакунда Мурари Прабу задал вопрос, чем отличается низкая самооценка от смирения. Егор Махарадж гениально об этом рассказал, попытаюсь пересказать своими словами, но это важно для того, чтобы мы вот эту беспомощность, вызванную невежеством, от беспомощности, вызванного сознанием Кришны, различали, что нам-то надо эмоцию правильную. И эмоция ложного эго, которая называется низкая самооценка, депрессия, она выглядит так. Два человека сидит, один говорит, я ничего не могу, и другой, я ничего не могу. Один в сознании Кришны, другой в депрессии. Оба ничего не могут. И внешне, внешне, они будут вести себя по-разному. Один говорит, я ничего не могу. Он сидит, там распустил слюни, и как бы говорит, я все, умираю. А другой счастливый, кричит, я ничего не могу. И бегает. И делает столько, и все, открыв рот, вообще, как это у тебя получилось. Говорит, я ничего не могу. Горей, Кришна. Горы вообще там сворачивает. Выкапывает океаны. Вообще, какие-то мистические вещи делает. И кричит, я ничего не могу. Ничего не боится. Ни за что не переживает. Ну, то есть, да, ни о чем, ни о чем не беспокоится. Полная такая уверенность. Да, и говорит, я ничего не могу. Вот это принципиальная разница между этими людьми. Теперь философская, да, какая разница. Философская разница такая. Человек в гуне невежества, это гордец, который считает себя действующим. Я действую. От моих усилий все зависит. Если я это сделаю, то это будет. Если я вот так вот не сделаю, этого не будет. Поэтому, когда он клюнул по кнопке, да, клювом этот, да, а там что-то не произошло, у него истерика. О, я ничего не могу. Если, ну, я же, то есть, я, моя жизнь означает что-то здесь делать своими усилиями. И если я не могу сам что-то делать, значит, меня нет, значит, надо умирать просто. Почему такие люди в депрессии, они пассивными становятся? На самом деле, это смерть. Они не хотят просто жить. Потому что для них жизнь означает, я действую. От моих усилий все зависит. Если вдруг мои усилия не увенчались успехом, то надо умирать тогда. Вот такая вот штука. Поэтому он сидит и говорит, я ничего не могу. Я тут вообще-то должен все мочь. Но ничего не могу, я поэтому умираю. Теперь преданный Кришне. Смотрите, какая у него. Я ничего не могу. И слава Богу. Поэтому что надо делать? Надо служить Кришне. Но ты же ничего не можешь. Да, по милости Кришны, Кришна дал мне вот эти способности. По милости Кришны, Кришна дал мне выбор сознательный. Это милость Кришны. По милости Кришны и Вайшнау. У меня есть возможность взять этот выбор. И вот эту милость, которую мне дали. И отдать это Кришне, потому что ведь я его слуга. И попрошу у него милости. Кришна, дай мне, пожалуйста, больше возможностей, чтобы я мог тебе по твоей милости больше служить. И по милости Кришны ему дают еще возможности. Теперь у него больше возможностей. Откуда ты это взял? Ну, это милость Кришны. Сам ты ничего не могу. По милости Кришны. А почему ты ничего не можешь? Ну, потому что смотри. Вот это не мое. Моя способность выбирать. Это тоже дали мне. То, что я вдохновлен отдавать, это тоже мне дали. Поэтому по факту-то я ничего не могу. А что же ты можешь? Я могу только одно. Что тоже, кстати, по милости Кришны. Он меня таким сделал. Он, я могу только одно, свободно использовать свою свободу, чтобы взять эту всю милость, которую мне дал Кришна, и из благодарности к нему, энергия благодарности, занять это служение ему. Вот это и все, что я, вот это то, где я.